МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Образовательная организация 21 века, Лига лидеров 2024. О погоде на первый день зимы и не только. На Краевом совещании обсудили вопросы создания современных общественных пространств. Провел совещание губернатор Вениамин Кондратьев. В работе в Анапской студии участвовали мэр города-курорта Василий Швец и председатель Совета Вячеслав Вовк. Глава региона подчеркнул, что благоустройство парков и скверов – одна из задач власти, поэтому важно не снижать темпов работы. По решению президента России, программу формирования комфортной городской среды продлили до 2030 года. И это возможно сделать красивыми и благоустроенными все зеленые зоны Кубани. В этом году в Крае завершена реализация 104 объектов. Среди них реконструкция театральной площади «Анапы». Проект благоустройства, который победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Анапская школа номер 30 удостоилась звания лауреата Всероссийского конкурса «Образовательная организация 21 века. Лига лидеров 2024» в престижной номинации «Лидер в области духовно-нравственного и патриотического воспитания». Стоит отметить, что это высокая оценка работы учебного заведения всей его команды. Директор школы Кристина Папаян была отмечена памятным знаком «Эффективный руководитель 2024», что подчеркивает ее выдающиеся заслуги в области образования. Награждение прошло в рамках Всероссийского форума «Невская образовательная ассамблея», который состоялся в Санкт-Петербурге. Мероприятие собрало ведущих специалистов и представителей образовательной сферы. В рамках мероприятия прошли конференции, дискуссионные площадки, круглые столы, семинары, консультации, мастер-классы при участии членов рабочих групп, Министерства просвещения Российской Федерации, членов экспертного совета по образованию Государственной Думы, Федерального собрания Российской Федерации, научных деятелей, Российской Академии образования и других экспертов. Детский сад Витязева построили практически на 75%. На строительной площадке трудится более полусотни человек. Двухэтажное здание рассчитано на 250 человек. Новое учреждение должно снизить нагрузку на действующие детские сады в Анапе. Стоимость работ, кстати, оценили в более чем 628 миллионов рублей по краевой программе развития общественной инфраструктуры. Объект пытаются сдать досрочно, весной вместо зимы 2025 года. На объекте работают более полусотни человек. Рабочие занимаются устройством инженерных сетей, монтируют кровлю, делают теневые навесы и ограждения во дворе, прокомментировали в пресс-службе администрации Краснодарского края. Стоит отметить, что о нехватке детских садов губернатору Кубани ровно год назад рассказала жительница Анапы. Новая прямая линия Вениамина Кондратьева пройдет 4 декабря. Кубань ждет 3 миллиона гостей. Будущей зимой туристическую инфраструктуру края готовят к наплыву приезжих на новогодние каникулы. Самыми популярными по традиции направлениями для туристов этой зимой на Кубани станут Анапа, Сочи, Геленджик, Новороссийск, Туапсинский, Темрюкский, Приморско-Ахтарские районы. Для обеспечения безопасности гостей в декабре в крае создадут оперативный штаб. В период новогодних и рождественских выходных он будет работать круглосуточно. Отдельное внимание уделят порядку на массовых мероприятиях. Также сотрудники профильных служб и ведомств будут мониторить уровень гостиничных услуг, обслуживание туристов, разнообразие экскурсий, качество питания, соблюдение правил торговли, бесперебойность работы транспорта и коммунальной инфраструктуры, санитарную безопасность и состояние дорог. Вопросы организации работы, туристической инфраструктуры, транспорта, торговых точек и медицинского обслуживания в период новогодних выходных должны быть отработаны соответствующими службами до начала сезона зимы, сообщает Пресс-служба администрации Краснодарского края. Солнечные моржи Анапы вновь покоряют Кабардинку. 24 декабря был Всемирный день моржа. Анапский спортивно-оздоровительный клуб зимнего плавания организовал мероприятие на набережной в Кабардинке. На мероприятии были гости из Геленджика, Новороссийска, Москвы, Перми, Новосибирска и даже Благовещенска. В общей сложности в мероприятии приняло участие около 50 человек. Несмотря на бурное море и снег в горах, это не помешало пловцам насладиться плаванием в море на дистанции около 200 метров. Солнечные моржи Анапы продолжают активно участвовать в зимнем плавании и с радостью делятся положительными эмоциями. Анапский детский сад вошел в тройку лучших казачьих дошкольных организаций России. Всероссийское казачье общество подвело итоги конкурса «Лучшая казачья дошкольная организация» в 2024 году. В конкурсных испытаниях, которые продолжались с апреля по ноябрь, участвовало более 100 учреждений из разных регионов страны, которые в игровой и доступной форме знакомят ребят с историей и культурой российского казачества. В итоге почетное третье место занял детский сад номер 43 «Буратино» хутора «Красный Курган». Статус казачьей образовательной организации учреждению присвоили в 2021 году. Для юных хуторян создана разнообразная развивающая среда в соответствии с традициями и бытом кубанского казачества. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Анапе провели соревнования по фланкировке казачьей шапкой на Кубок Атамана Анапского районного казачьего общества. Турнир организовали Анапское районное казачье общество и местная федерация казачьего боевого искусства «Лава». Состязания проходили в спортивной школе Олимпийского резерва. На турнир приехали участники из разных городов края. Это Приморско-Ахтарско, Абинско-Темрюка. Соревнования провели среди юношей и девушек в разных весовых категориях. На состязании жюри оценила навыки владения холодным оружием, его внешний вид, скорость, вращение, шашки, сложность и набор элементов. Каким будет первый день зимы в Краснодарском крае, рассказали синоптики. Сотрудники сервиса «Яндекс.Погода» рассказали, каким станет первый день зимы на Кубани. 1 декабря в этом году выпадет на воскресенье. По их словам в Анапе, зима начнется с пасмурной погоды и температурой плюс 2, плюс 3. Днем плюс 6, облачно, с прояснениями, вечером малооблачно, плюс 3, плюс 4. Ночью плюс 2, сквозь облака будет выглядывать солнце. В Краснодаре ожидается пасмурная погода до плюс 5 градусов. Утром всего плюс 2, а вот вечером плюс 2, плюс 4. Ночью облачно, с прояснениями, плюс 1. В Сочи 1 декабря до плюс 13 синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Утром плюс 6, плюс 8, вечером плюс 8, плюс 9. Ночью плюс 1, сквозь облака будет выглядывать солнце. Анапонюс.ком А я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего настроения. А я прощаюсь с вами и желаю вам хорошего настроения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!